Зайти в салон трамвая перед рейсом, проверить работу отопительных систем, воздуховодов и дверей. Такая сезонная задача стоит перед слесарями и электриками трамвайно-троллейбусного управления. В случае выявления неисправности, необходимо быстро ее устранить. Ведь если не работает одна печь, не будут функционировать и другие. За два морозных дня Александр Суслов восстановил подачу отопления в нескольких вагонах, заменив 10 печей и тенов. Двери открываются, и холод резко заходит, и из-за этого печки не справляются. Вагон целый день ездит на линии, и печки работают постоянно. Вот холод откроется, а вот печка, не дай бог, вот насчет сырости, вода может попасть туда на ней. Завкнет, и все, все делаем в порядок, чтобы на линию выехать. Транспорт отправляется на линию в 5 утра. Чтобы он в достаточной степени прогревался, специалисты трудятся круглосуточно. С учетом сложившейся ситуации бригады, занимающиеся техобслуживанием и ремонтом, усилены. Для проверок вагонов и быстрого устранения неисправностей в самарских троллейбусных и трамвайных депо привлекли дополнительных сотрудников. Шести депо, три трамвайных и три троллейбусов, обслуживание подвижного состава. 72 человека занимаются в общей сложности. Руководители трамвайных, особенно депо, выходят и в утренние часы, с пяти часов они находятся на выпуске, для того, чтобы выпустить на улицы города теплые трамваи и троллейбусы. Кроме того, при необходимости специалисты ТТУ приводят в порядок пантографы. В условиях экстремально низких температур требуется это нередко. Повышенное внимание уделяется работе тяговых подстанций. Контроль за текущими работами, выпуском подвижного состава на линию и соблюдением графика непрерывный. Предприятие старается оперативно реагировать на обращения и замечания, на которые указывают пассажиры и власти города и области. Жители города отмечают, что комфортнее находиться в новых вагонах. В новых, конечно, как-то уютнее, заходить там удобнее, но на случай того, что старые тоже выручают. Ничего, комфортно. Мы приспособлены, пенсионеры, развиваемся тепло. На базе предприятия, выполняющего автобусные перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, подготовке к рейсам также уделяется повышенное внимание. На усиленный режим работы перешли и здесь. Теперь ремонтный цех работает круглосуточно. Машины перед рейсом прогревают раньше, за час-полтора, чтобы первые пассажиры садились в теплый транспорт. Используют и специальный состав топлива, который выдерживает очень низкие температуры. Заливают во все машины его по максимуму, чтобы водители не экономили его для работы печек в салоне. Сейчас действительно не время, чтобы экономить ни на топливе, ни на чем-либо. У нас заливается полный бак, и чтобы, опять же, хватало топлива на весь рейс. Специальное зимнее топливо, которое замерзает только при температуре 40 градусов. При всех этих мерах транспортные предприятия не забывают и о самой главной задаче. Машины должны выходить в рейс, согласно расписанию, без задержек. У нас с 9-го числа, когда пошли рабочие дни, весь транспорт перешел на режим работы именно рабочего дня. У нас традиционно выходные выпуск все-таки ниже, но вот сейчас мы вернулись к тем значениям, которые были и до Нового года. Принятые меры помогли в выполнении первостепенных задач, и даже в сильные морозы городские транспортные службы доставляют людей домой на работу и по делам. Экипажи дополнительно проинструктированы. Кондукторов нацелили на то, чтобы с пониманием относились к форс-мажорным ситуациям и никого не высаживали, например, когда транспортная карта не сработала. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...